Есть ли справедливость на полках? Проверили цены, ассортимент и маркировку. Вам придется снять ее с продажи. Кто виноват? Виноват, соответственно, импортер. А по факту штраф будет платить владелец магазина. Нет посредникам. Как обуздать аппетиты нечистых на руку продавцов? На отдельные позиции, например, свеклу торговой надбавки составляли 800%. При законодательном уровне, разрешенном 30%. Ценообразование по совести и закону. Это будет уникальная операция в рыночной, так сказать, экономике. Можно ли соблюсти баланс интересов? Как долго нам еще нужно регулировать цены? Сегодня, откровенно скажу, ведется работа над трансформацией системы ценового регулирования. На контроле президента при поддержке Комитета государственного контроля. Смотрите прямо сейчас. Комитет государственного контроля. Мы к вам с мониторингом и с телевидением. Комитет госконтроля рейды по магазинам проводит регулярно. Особое внимание ценам, срокам годности, маркировке товаров изучают специалисты и ассортимент. Безопасной, качественной и доступной. Такой должна быть продукция в белорусских магазинах. На этот раз в поле зрения минских контролеров два ритейлера. Небольшой магазин шаговой доступности и супермаркет в торговом центре. Оба расположены в самом центре столицы и оба популярны у белорусов. У вас есть журнал, где у вас прослеживаются сроки годности? Покажите мне его, пожалуйста. 15-го срока стекла. Где у вас здесь запись ваша? Нет, потому что каждый день проверяем. И подаем на уценку. А покажите, уберите, пожалуйста, вот это вот. Ну, возрастите. Он в сроках годности, но он деформированный. Ну, вы считаете, что такой хлеб должен продаваться? Именно эту упаковку, пожалуйста, уберите ее с продажи. Остальные вроде как бы нормальные. Внимательно изучают каждый товар. Скоропортящиеся смотрят буквально под микроскопом. Ведь зачастую потребитель даже не догадывается, где может таиться опасность. Скажите, пожалуйста, где здесь срок годности с момента фасовки? Дата изготовления годности до какого? Нет, здесь неправильно. Здесь с момента того, как вы его разрезаете, идет исчисление другого срока. Где здесь информация о сроке годности с момента фасовки? Ну, фасовка же стоит. Время, которое... 9, 20, 12, 48 часов. Где это? Срок годности, он меняется. С момента того, как разрезается головка сыра, срок годности составляет или 12 часов, или 24 часа, или 48 часов. На данной маркировке этой информации нет. Этот сыр, но уже по всем правилам торговли, вновь окажется на полке спустя полчаса. Когда появилась вся информация о товаре, его разрешили к продаже. Дата изготовления 27.07. Верно. Верно. Срок годности до 23.00.25. Промаркирован товар 29.00.7. То есть информация занесена производителям, все здесь в порядке. Проверяем дальше. Йогурт, ну, как правило, наши производители всегда очень добросовестные, поэтому нареканий к ним меньше всего. Если нет маркировки или она недостоверная, это нарушение. Товар снимается с продажи и появится на полке только когда он будет промаркирован по всем требованиям. Выкладывайте сюда. Нет, ставьте так, чтобы я даты видела. Именно так вот. Тот случай, когда промаркирован товар из будущего. Информация уже в системе, а вот продукта еще и в помине не было. Чаще такой грешок за импортерами. Кто производитель? Все непонятно. Информация, упаковка индивидуальная, понимаете? Я же не придираюсь, что здесь ее нет. Если продукт упакован в индивидуальную упаковку, значит, для потребителей должна содержаться определенная информация. Вам придется снять ее с продажи. Но будем объективны и не предвзяты, грубых нарушений все же ни в одном из этих торговых объектов не зафиксировано. Просрочки нет, ассортимент хороший. А вот для проверки цен специалисты запросили первичные документы, их изучат в ближайшие дни. В данном случае форма контроля – это мониторинг. Поэтому мы будем писать в адрес субъекта хозяйствования о выявленных нарушениях рекомендации, дадим им срок на устранение. Страфные санкции в данном случае не будут применяться к ним, так как это первичное нарушение. Да и в целом ситуацию на потребительском рынке и регуляторы, и контролеры, и торговля сегодня называют стабильной. У нас хороший, большой, насыщенный ассортимент. Много представлено товаров белорусского производства. Государственная символика представлена хорошо в магазине. У нас магазин посещает очень много иностранных граждан. Сыры, колбаса, лен белорусский хорошо пользуется спросом. Хотя еще два года назад нам предрекали дефицит продуктов. В октябре 2022 года цены поставили на стоп, пока не разработали механизм ценового регулирования – справедливого. Ограничили торговые надбавки, установили новую систему контроля за ценообразованием. Жесткое и болевое решение президента. Никогда, нигде, на всех этапах моей президентской жизни ничего рынок не отрегулировал. Везде мы вмешивались. Господи, не знаю уже, чем закончится эпопея с регулированием цен. Но если правительство не провалит, это будет уникальная операция в рыночной, так сказать, экономике. Спустя время можно смело утверждать, это решение было своевременным. В целом система себя это оправдала? Да, система на самом деле непростая. Ее в мире таковой системы нигде нет. Но она доказала свою эффективность. И в прошлом году, где мы выполнили показатели по инфляции ниже прогноза, было 6, а мы сделали 5,8%. Ну и в этом году, опять же таки, цифры достаточно хорошие. По крайней мере, они конкурентоспособны по инфляции с другими странами мира. Третий год правительством и комитетом госконтроля реализуется совместная программа действий по стабилизации цен. Бизнес приспособился к новым правилам игры. В этом году более тысячи субъектов хозяйствования были проверены. И действительно, тенденцию следует отметить, что если в 2022 году мы выявляли в каждом четвертом субъекте хозяйства факты нарушения законодательства о ценах, то в этом году только 10% субъектов хозяйства, которые мы проявили, имели такие нарушения. Комитет жестко реагирует на такие факты. Например, завышенные цены, как и продажа товара без документов, станут поводом приостановить работу торгового объекта. В этом году 39 магазинов временно закрывали. Они снова были доступны для покупателя лишь после устранения всех нарушений. Как долго нам еще нужно регулировать цены? Откровенно скажу, работа над трансформацией системы идет. Есть несколько направлений, над которыми ведется эта работа. И думаем, что мы к Новому году выкрестлили несколько вариантов для того, чтобы их обсуждать уже в следующем году. Мы не работаем над тем, чтобы ужесточать систему ценового регулирования. Мы хотим ее упорядочить, трансформировать и усовершенствовать так, чтобы было действительно, как сказал президент нашей страны, чтобы она была справедливая для всех участников экономического процесса. И для производителей, и для импортеров, и для торговли. И, соответственно, был удовлетворен потребитель, покупая товар по справедливой цене. Ключевое – справедливое для всех. Официальная статистика свидетельствует – доля отечественных товаров начала сокращаться, хотя раньше констатировали рост. Стали больше завозить. Контролеры отмечают, сети, которые являются еще и импортерами товаров, маржу с продажи импортного имеют сегодня куда больше, чем с отечественного. Так как же равны условия? Если и нужны корректировки этого постановления, то они точечные, направлены как раз-таки на решение тех задач по стимулированию продаж отечественных товаров и ограничению и сдерживанию именно импортных товаров, особенно по тем товарным позициям, которые в достаточном количестве могут производиться в Республике Беларусь. И надо поддерживать отечественного производителя. И сейчас как раз-таки разрабатывается проект по корректировке 713-го постановления, где на ряд товарных позиций как раз-таки надбавка импортера будет снижена. В Могилеве развивают свою торговую сеть. В регионе 7 магазинов. За счет минимальных торговых надбавок здесь могут предложить цены ниже рыночных. Говорят, зарабатывают на обороте, а не на марже. Признаются, в этом бизнесе непросто. Конкуренция на потребительском рынке сегодня очень высокая. А если к тому же ты конкурируешь с торговыми гигантами, предприниматель сетует, не всегда удается отстоять для покупателя выгодные цены. Ряд белорусских производителей, когда приезжают к нам на переговоры, предлагают нам отпускные цены выше, чем розничные цены отдельных игроков рынка, отдельных, скажем, крупных сетей, которые представлены тоже в Могилеве. Суть предложения, на наш взгляд, следующая. Подумать, либо ограничить этот, скажем, размер скидки, который производитель предоставляет крупным игрокам рынка, либо создать рабочую группу или иные меры какие-то выработать. В принципе, я готов даже со своим предложением поучаствовать в такой рабочей группе. Когда с поставщиком не удается договориться, в конечном итоге все равно проиграет потребитель. Одна известная компания, которая разливает сладкие напитки, объявила нам, что отпускные цены, они отменяют скидки нам. И в один момент, в летом 2023 года, цена должна была повыситься для нас одномоментно на 20%. Мы, понимая то, что если мы поднимем цену в городе Могилеве на 20%, остальные крупные игроки рынка оставят прежние цены, в глазах покупателя будет выглядеть следующим образом, как будто это мы подняли эти цены. Мы полтора года не торгуем данной продукцией. У ряда сетей есть собственные торговые марки. Скажем, молоко, сыры, колбасы, они тоже производятся на мощностях белорусских предприятий и зачастую на выходе выигрывают в цене. Звучит предложение разрешить продажи такого товара и других магазинов. Вопрос справедливого ценообразования на постоянном контроле диалог бизнеса и государства во главе угла. Мы постоянно взаимодействуем с Могилевским комитетом госконтроля по данной проблематике. Они всегда внимательно выслушивают. И ряд проблем были очень оперативно решены. Мы обращались и по чаю, они регулировали вопросы. Однозначно есть диалог. Система правильно выстроена, взаимодействие бизнеса. И мы услышали, нас слышат. Поселок Гадылева в 30 километрах от Могилева. Около тысячи жителей. Деревня живет полноценной жизнью, да и в город лишний раз ехать незачем. Много у вас тут магазинов? Да, четыре. Как цены? Радуют или не очень? Ну, я очень редко захожу. Пришла капусты купить, мне много не надо. Ну, сильно бьет по кошельку или потерпимо? Потерпимо, нормально. Хороший магазин, цены приятные. То есть пацанам все устраивает? А по ассортименту? Суперски. В город не хочется выехать зачем? Ну, в город если выезжаешь, там, за одежды, там, т.п. А зайду, тогда я не еду. Магазинов много. Были бы деньги, как говорится. А денег хватает вот как раз-таки на этот весь ассортимент? Как тут с ценами? Вы знаете, цены сейчас везде разные. На всякий продукт и товар. То есть можно найти по своему кошельку? Можно, конечно. Можно что взять, выбрать, можно, да, купить. Контролеры изучают ситуацию в одном из местных магазинов. Выбор пал неспроста. В этой торговой сети, только не в поселке, а в райцентре, раньше находили просрочку. И немало, на 700 рублей вернулись проверить. Я не понимаю, какое здесь третье, восьмое или девятое? Восьмое. Восьмое, восьмое, весятое. Продукцию, которую не удается вовремя реализовать, продают под видом свежей. Для этого у торговли много своих уловок. Это одна из них. После вскрытия упаковок необходимо проставлять дату и время вскрытия. И отчитывать 12 часов срок годности данного изделия. Однако мы видим, что в магазине работники затирали эту дату. И она уже менялась несколько раз. То есть вскрытая эта упаковка не 12 часов, а несколько суток. Также была выявлена рыбная продукция, на которой непосредственно неупакованные продукции находились ценники. Это также запрещено. Почти всю правду о товарах сегодня может знать каждый потребитель. Если под рукой мобильное приложение «Электронный знак» отследить подлинность и качество продукта, дело нескольких секунд. Вот мы смотрим из данной системы, мы видим, что унифицированный контрольный знак в систему внесен 9 августа 2023 года. А фактически дата производства данной рыбы 19-20-2023 года. Как такое вообще может быть? И что это значит? Это товар фальшивка. Кто-то поделал документы. Значит, это говорит о недобросовестности производителя данного товара. Оборот таких товаров на территории республики запрещен. Такое может произойти, если импортер автоматически вносит всю партию в систему маркировки, еще не имея товар на руках. Кто виноват? Виноват, соответственно, импортер, который неправильно внес информацию в систему маркировки. А по факту штраф будет платить владелец магазина. В конкретном случае пока предупреждение. Но такие нарушения в практике контролера не редкость. В ходе рейдов их фиксируем регулярно. По факту ответственность несет торговый объект. Он обязан проверить маркировку товара прежде, чем выложить его на полку. Можно сказать, практически порядок наведен. Есть некоторые отдельные нюансы, в принципе, как и в любом торговом объекте. Где-то ценников нет, где-то неправильно, какое-то товарное соседство. Но в целом, все-таки могу отметить, что субъект навел порядок и в других своих объектах торговли. В целом, как ситуация по региону? Вот за истекший период этого года, в принципе, если сравнивать даже с прошлым годом, то завышений цен мы выявляем, можно сказать, гораздо меньше. В 2024 году таких случаев было выявлено у нас 18, всего лишь 18 объектов торговли. А для сравнения, сколько было? В прошлом году эта цифра исчислялась около 50, а в 2022 это было еще на порядок больше. Под контролем не только розница. В поле зрения госконтроля попал крупный оптовый поставщик продуктов. По завышенным ценам он поставлял овощи и фрукты в детские сады, школы и больницы. На отдельные позиции, например, свеклу торговые надбавки составляли 800%. На капусту помидоры 500%, на картофель лук 400% при законодательном уровне разрешенном 30%. В отношении директора частной организации, которая своими действиями причинила ущерб в сумме 85 тысяч рублей. В ходе расследования дела ущерб был погашен в полном объеме. Судом Ленинского района города Могилева вынесен обвинительный приговор. С похожей проблемой контролирующие органы столкнулись и на Гомельщине. Проверка показала, один из крупнейших в регионе комбинатов школьного питания закупал мясные полуфабрикаты через цепочку посредников. Привело к тому, что комбинат завысил цены и в бюджет было возвращено более 300 тысяч незаконно полученных бюджетных средств. Индивидуальный предприниматель Марина Райская тоже неоднократно попадала в поле зрения комитета госконтроля. Новое правило торговли приняла не сразу, лишь после того, как пришлось заплатить штраф. Не было на товар накладных. Штраф заплатила. Ошибку исправили. Будем стараться не нарушать. Будем стараться торговать так, как надо. Порядок, доступность, цены и безопасность. Опорные точки, по которым прошлись во время очередного мониторинга в Гомеле. Поле зрения один из крупнейших местных рынков – Прутковский. Урожай проверен на качество и безопасность. Цены тоже под контролем. Ситуация-то у нас на постоянном контроле, так как есть поручение президента навести порядок на продовольственных рынок. Этот порядок наводится. Да, все не идеально. Вместе с тем мы видим положительные подвижки, что субъекты понимают, что либо нужно работать честно и соблюдать законодательство, либо они не будут работать на рынке. На сегодняшний день те субъекты, которые нарушали, устранили практически все нарушения. С начала года в регионе проверили 136 объектов торговли и общепита. За грубое нарушение санитарных норм и правил работа двух кафе даже была приостановлена. Это скорее исключение из правил. Гендиректор скажет, глаза на нарушение здесь не закрывают, меры принимают оперативно. В случае, если находятся, нам предоставляются документы проверяющие организации, мы ведем работу с предпринимателями. То есть предлагаем предъявить документы или убрать товар, тот, который не сертифицирован или не имеет документов. Если люди не совсем могут это сделать, ну, снимают продукцию с продажи, и все на этом. Если уже вообще нету ничего, ну, предлагаем расторгнуть договор. Разумный баланс между социальной направленностью развития страны и рыночными законами найти все же удается. Все ходят в магазин и видят результат. Глаза разбегаются, да и цены не кусаются. Но контроль в масштабах страны лишним не будет. Редактор субтитров А.Семкин